Окружные парламентарии тем временем готовятся к предстоящей сессии. Они провели заседание комитета, на котором обсудили 17 вопросов. Среди них законодатель инициатива о внесении изменений в федеральные законы о недрах, об автомобильных дорогах, бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования и другие. Одним из ключевых вопросов предстоящей сессии станет бюджет на 2019 год и плановый период до 2021 года. На следующий год доходы региональной казны составят 17 миллиардов 800 миллионов рублей, расходы 19,5 миллиардов, дефицит 1 миллиард 68 миллионов рублей. Законопроект решено вынести на заседание сессии и принять в первом чтении. Таким образом предусмотрен законопроект показателя окружного бюджета на 2019 год и на плановый период, 2020 год и 2021 год. Данный законопроект рассмотрен на общественном совете в департаменте финансов и экономики, также опубликован в газете «Марина в Индии». Проведены публичные слушания и рассмотрены на комиссии. Обсудили депутаты изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемные семьи, либо на усыновление. При этом законопроект предлагается расширить перечень целей, дополнительно включив приобретение товаров длительного пользования, оплату текущего ремонта живого помещения и компенсацию стоимости санитарного пророкного лечения, приезжающего на семи мест отдыха и обратно в видеокатерии Российской Федерации. Сделать оговорку, что дополнительными мерами можно будет воспользоваться только при обеспечении установителя общей площади жилого помещения в расчете наносить на семьи более 9 квадратных метров общей площади жилого помещения. Кроме того, решено вынести на рассмотрение сессии поправки в закон о порядке введения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. В частности, изменения предполагают в случае смерти гражданина сохранение права его очередности на жилое помещение за родственниками. Дело в том, что жилищным кодексом в настоящее время не предусмотрено разделение семей граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и перевод очереди на другого члена семьи и замена очередника на члена его семьи. Данный законопроект был подготовлен и внесен с учетом позиций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, изложенной в письме от 30 марта 2017 года. В ходе обсуждения проекта бюджета территориального фонда ОМС на ближайшие три года у депутатов возникли вопросы о контроле качества оказания медуслуг. В адрес фонда за 9 месяцев 2018 года поступило 14 жалоб. Из них признано обоснованными 5. Решением проблемы, возможно, стало бы усиление внутреннего контроля, постоянное повышение квалификации медработников. По итогам комитета депутатами принято решение вынести эти и другие вопросы на заседание сессии, который состоится завтра, 8 ноября. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Начало трансляции в 10 часов. Ольга Русл, Антон Водряков, Телеканал «Север».